Достали кейсы, где от тебя ни хрена не зависит? Ещё бы! Тяжело верить в удачу, когда у тебя нет выбора. Realdrop.net запускает новый формат кейсов, где у тебя есть выбор. Теперь ты сам выбираешь, какой шмот тебе выпадет. Пора сказать стоп старым форматом и взять всё в свои руки. В свою крепкую правую руку. Ну ты понял. Realdrop.net. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас новый патч 707 и, конечно же, бог инвокера с умия. Приятного вам просмотра. Это новый инвокер. Будет интересно. Тем более посмотреть в исполнении от такого игрока с высоким уровнем. Смее лучший инвокер 6000 игр, по-моему, да? 6800-модушек. А уже 6800-модушек. Инвокер. Да, скоро вы исполните 7000-модушек. 7000-модушек. И, надеемся, 7000-модушек. В общем, почему инвокер называется новым? Во-первых, потому что изменили таланты. Как мы знаем, инвокеры были таланты на статы, типа урона и здоровья. Теперь на 10-м левеле появились такие таланты, как урон от Метеора и продолжительность действия Торнадо. То есть это такая отсылка к тому, что вы будете экзортовым инвокером, то есть качаете Чайлус Метеор. Либо вы будете вексовым инвокером, качаете Торнадо. На 15-м левеле таланты. Дух от Форжа. Ну, то есть тот же самый талант, который был. И полторы секунды действия Колдснэпа. Вот интересно, как ты думаешь, что будет брать Сумия? Вот по первым двум талантам. 50-й и 15-й левел. Ну, я думаю, что очевидно, он возьмет Метеор и, скорее всего, я думаю, что он все-таки возьмет Форжа вместо Колдснэпа. Потому что, ну, Колдснэп не основной эспелс, которого инвокер убивает. Его и так... Да, Форжика можно подфармивать. Колдснэпа, в принципе, должно хватать. Все-таки Форжспид помогает фармить, причем фармить быстро, сплетить так же. Я думаю, что это будет Форжа. Да. Форжи, кстати, очень сильно в этой мете будут толкать линии и приносить очень много золота. Как мы знаем, в новом патче за крипов на линии теперь дают гораздо больше золота. То есть, с пачки примерно на 25 золота будет больше. Соответственно, и Форжи, которые будут толкать линии, будут приносить нашему инвокеру суммарно в игре на 200-300 голды больше, чем делали это раньше. Ой, я не ошибаюсь, Галлина. А ты, возможно, что героя? Ну, видишь, станчик. Станчик очень сильный. Кстати, против инвокера, там очень хорошо работает. Ведь есть Форжик, который постоянно с инвокером рядом бегает, будет станется два юнита, если с ума и не будет расконтролировать все по красоте. Но он, кстати, умеет это делать, поэтому, возможно, он как бы будет поступать. Да. Ну, первые игры в новом патче, они всегда сложны. Ты можешь просто банально не сориентироваться. Либо, если ты не играешь на феечке, ты можешь не заднюю ее способности, просто не знать. Давай разберем дальше таланты. 20-й левел, катаклизм и 35-й крону удалокрить. Кстати, опять очередной стал. А есть тут снэппостка, это шелка. Это килл. Очень просто было сейчас сделать килл. Сумей. Да, 20-й левел, самое важное. Способность катаклизм. Вот будет ли он ее брать, непонятно. Я почти уверен, что он ее будет брать. Но хотя, блин, 35-й крону удалокрить. Тоже немало. И скорость атаки это очень много. Но опять же, это 20-й левел, когда у тебя, в принципе, уже и так очень много урона. А с катаклизмом ты можешь рассеивать смог. Не то, чтобы рассеивать, просто давать вижн своей команде. Ты можешь вносить гигантское количество урона просто по всем в тимфайте. И представь, сумея, тот как раз игрок, который может делать очень красивые вещи. Мне кажется, с катаклизмом он будет исполнять прямо на ура. Ну вот и интересно будет, посмотрите. Многие не знают, как работают катаклизм. Сейчас вам вкратце расскажем. Возле каждого героя вы нажимаете со страйк необычно, как вы делаете, это не со страйк. И кликнули там на мышку, либо скукастами, просто кликнули на со страйк. Вы нажимаете двойным щелчком по со страйку. Кстати, тут фраг на миде. Нажимал, нажимал аппетичка, второй спелл. Нажала тоже третий, чтобы подстанить инвокер. В общем, катаклизм двойной клик. Двойной клик на санстрайк делаете. И вокруг каждого героя в любой точке карты появляется два санстрайка. Если вам повезет, то эти санстрайки оба нанесут урон. Если не повезет, то не один. Ну, один тоже может попасть, такое бывает. И санстрайк перезаряжается такой от катаклизма 90 секунд. То есть очень долго, но тем не менее, представьте, сколько урона будет, если какой-нибудь драксир стянет в одну точку и кто-то их забашит. Либо рп даст магнус. По трем-четверрем-четверрем персонажам. Инвокер даст санстрайк туда от катаклизма. Метеоры и бласты все просто за секунду умрут. Потому что урон от санстрайка это чистый дэмэдж. Вот такая вот особенность. Интересно будет на комбинацию. Может быть он что-то придумает под этот катаклизм. И я очень надеюсь, я очень надеюсь, что будет что-то суперинтересное. Поднимет всех вилла там, допустим, торнадо. Я воспел. Да. Посмотрим. Даст катаклизм. Сложно будет представить, что будет происходить. Опять феечка заряжает свой скилл. Я, кстати, не понимаю, почему фея вкачала себе именно третий стеклал. Ведь он стоит достаточно много маны. Сейчас было особо старается. Не попадаю. Это было очень близко. Это была шеечка небольшая. Большой ему спит. Большой ему спит за счет тапка. Он не рассчитал, наверное, что тапочкам так быстро убежит. 335 месса. Дамбы бегаем. Обязательно. Не знает этого героя. Собственно говоря, именно поэтому так и получается. Непонятно, с какой скоростью он бегает. Еще не привыкли с непривычки. Тяжело сориентироваться. Тут верно. В общем, 20 левел. И талантовый инвокер. А тут минус 16 секунд перезарядки от торнадо. И бласт вокруг героя. Тут ничего не поменялось. Но вот теперь давайте порассуждаем. Как инвокер будет смотреться в инижнем месте. Ведь в предыдущих патчах он был, откровенно говоря, слабоватым персонажем. Допустим, на уровне с вайпером. Он не мог стоять. Феечка заряжает. Она кинула руты мимо абсолютно. Взлетает очень много дэмиджа. Кстати, он тут можно отлететь. Еще есть в Харифайр. Можно еще один переложить в Харифайр. Какая отличная стеночка. Просто по трем героям. Да. Жалко, что векс не вкачан. Можно было бы неплохой метеорит закинуть. Вот все это дело. Однозначно закинул. Побежал на шайн, который теперь находится в новом месте. Инвокер, мне кажется, в этом патче немножко камбэкнет. Я думаю, что да. Ну, по сути, очень многих героев именно от 0 стали сделали посильнее, чем они были раньше. Хотя знаешь, знаешь, вот его там может и апнули инвокера по талантам, по геймплею. Но ведь другие герои стали гораздо сильнее. Да, и соответственно, опять же, тяжело будет. Опять же, да, соотношение по процентам будет примерно такое же, как и патч назад. То есть инвокера могут теперь убивать еще легче, потому что герои реально статуи стали. Уловка чейму спида много, силовиков регена много. Ну, в общем, будем наблюдать. Инвокер сейчас, кстати, собрал себе ПТ-шку. Как он начал делать. Суми, я начал делать уже это несколько патчей назад. Или в прошлом патче только начал, я уже это не помню. Но не суть. ПТ-шка инвокер дает хорошие статы. Против феи нам нужно хп, нам нужно атакс пид, чтобы ее забирать. Я вообще не знаю, как инвокер выигрывает против феи мид, ведь у феи есть второй скил, который доджит все, что можно доджить. Первый скилл очень сильный, который будет рутать форжа и инвокера. Ну, видимо, суми, слишком сильный инвокер. Тут же кулснэп после того, как фея потратила второй спелл. Он дело прочитал просто. Сразу же, он сразу же пользуется моментом, просто идет и убивает. У феи просто секунды не хватало до второго с пола. Представь, насколько все было скалькулировано. То есть он, видимо, разобрался, как фея работает. И наказал ее за это. Скастован метеорит, скастован очень торнадо и кулснэп. Сейчас будет популярная комбинация, видимо, через кулснэптор надо и метеорит. И что такое делается в ситуации феи, непонятно. А еще святерку чуть не успел. Но, кстати, он не то, чтобы не успел. Мне кажется, Бамантихантер специально развел фею на второй спелл, чтобы она не зададжила кулснэп. Она все хитро сейчас делает, она не подходит. Она не подходит, ждет, когда у нее откатит второй спелл. Ну да, опасно. Это второй спелл, она максит, естественно, потому что это основной дэмэдж. И эскейп с кулдауном маленьким будет, если будет на четверку вкачан. Ну а с у меня продолжает фармить. У него уже есть одна деталь на аганим. Он принес себе став визард. И с этим артефактом будет поприятнее фармить, поприятнее скиллы кастовать. Ну и-ой, далековато сейчас шагнула фея. Ну да-да-да, еще один такой момент. Да, видимо, это будет легкий. Да, так и есть. Да, пыталась нажать культу, но тут же залетает венгей. Хорошая стеночка ставится от инвокера. И теперь иллюзия от пассивки венгей бежит и добивает инвокер. Стараш, ты спелл. Я смотрел на днях, блин, чей же это стрим был. Не вспомню, то ли Дэнди играл. В общем, кто-то из проигроков играл. И там жутко горели вот с этой способности венги. А это имбага какая-то. Просто жесть. У меня тоже была такая ситуация в игре, когда мне просто иллюзия врага убивала. Ведь она действует целых 8 секунд и бежит за тобой нон-стопом направлено. Если у меня, грубо говоря, есть вечный вижен на тебя. Будь ты на хэйграунде, она все равно будет тебя бить. Это очень мощный спелл. Не знаю, венгай сейчас будет просто упи каким-то персонажем на роли саппорта. Скастовал. Полакомить развел отфеечку на второй скилл. Да, подала критит дэмэжа очень много. Я думаю, что не зря она задожила этот спелл. Конечно, у нее бы просто пол хп отлетел. Тычку он дал, да. Ей было бы очень больно. Уже вообще не жалеет. Он любит делать. Крипов закидывать матер. Он отправляется на точку. Сейчас он здесь, скорее всего, поселится всерьез надолго. Он купил себе сразу две клариси про запас такой, чтобы аллакриси кастовать нон-стопом. Да и продолжает фармить. Хочу заметить, что ПТ-шка у него на... Ловкость. Вот, чтобы убить побыстрее немножко. Сейчас кастует аллакрити, наверное, еще одно. Да, и уже опять переключает на ловкость. Такой-то микро-буз ПТ-шки. Дает возможность инвокерам экономить ману. Суммарно он будет экономить где-то 30-40 ман. А это еще одно скастованное аллакрити. Так что этим нужно промышлять постоянно. За 100 колесеншен ты, то есть он убил их до появления новых. Елжет. 300 голды и он почти вывес и даже больше, чем 300. Чем-то очень много за этого спота. За этот кем очень много денег поднимаешь. особенно драконы вообще прям сладкие скастовал битрак у снайпы сейчас возможно будет попытка убить зевса но маны немножко не хватает ну хватает 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 на прокаст там раз на вот 500 500 маны требуется для того чтобы выкинуть и без бласта на глаз конечно же не хватит глаз дорогой маны прикинь просто 500 маны задумайтесь как же это много если бы него не было бы подышки на интеллект и став о визарде и 2 0 как же ману в общем а что не хватало очередной флифраг от сами так монополь 1200 я вот не смотрел я не в курсе монокосты способности порезали изменили или они остались прежними как были в прошлом патча насколько знаю такие же сила как и такое же колл снэп точно соточку стоил ну я думаю что до оставили примерно в той же стезе монокосты думаю что ничего не изменили но это в принципе не важно потому что такого инвокера который играет через пт-шку через нулика через фаста гоним через став у него маны очень много посмотреть на монопол включенный пт на интеллект у него 1200 маны это очень много ни одного наверно героя такого монополу нет на 12 тире там 13 минут но у него очень быстро появляется сейчас огоним обычно 15-16 минуте он появляется вот таким вот билдом с двумя нуликами спт-шкой а тут учитывая что у него четыре фрага и ноль смертей у него немножко пораньше появится огоним приятно опять же если его не убьют он был бы какой-то снастайк по карте дать чтобы получить очередной фраг и он мог бы уже идти за своим аганимом на 13 минуте но к сожалению фрагов нигде нет как же он быстро выкачивает этих иншей как же он быстро выкачивает леса все время играть за инвокер забываю о том что можно вот так вот беспроблемно фармить аншентов опять же он их фармит только потому что у него есть пт и нулик у него куча ман у него очень хорошие статы я вот реально задумываюсь о том что мидас честно инвокера нужен не во всех случаях абсолютно ну пожалуйста из до 13-40-40 граним очень быстрые аганим я даже хочу посмотреть на общую ценность он от ворсом он 7000 имеет на 14 минуте опять же мы как-то с тобой приводили пример и сравнивали это все на радиансе плюс будет секер допустим если бы купил google секер себе радианс на 12 что происходило бы хороший момент хороший прокладил отлично слаб отличный слаб и скорее все тут сумею буду убивать но есть таки есть инвиз джонс его время нажал молодец очень заметен он сделал он скастовал инвиз и еще параллельно бил вина мансера если он сразу не нажимал ни стики не инвиз он хотел еще возможно кого-то забрать все было у него скалькулировано кстати у него есть санстрайк половина мансера возможно он сейчас его кинет потому что у него стоит очень хороший вижен до хорошего арт у него не умаляется трансформить но и нам одни не попал под радиус санстрайка он он думал что сейчас он будет нажимать шайл он-то не видел есть шайл нету хотя может и видел но думал что появится чуть-чуть не предсказал кто знает что творится в голове у этого веника и что творится в голове с умеем следующим артефактом он покупает для себя непривычный даггер на самом деле по-моему даггер он редко покупает на инвагере то есть он выходит в такой блоке обычно да 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 возможно это связано с новым патчем и еще момент он не берет таланты посмотреть но странно да довольно странно знаешь почему конечно же привычки мне кажется что это более по привычку больше а я это могу связать только с тем что он будет брать талант на торнадо торнадо вначале не нужно слишком длинная посмотрим сейчас посмотрим может быть вражеский урс акции неплохо сейчас но более сощества руси уже будет блинка уже есть масочка и как мы знаем инвокер достаточно неплохо против урса есть айс вол есть у снэм бласт очень много контроля против урса кайта всякого разного до безбукер очень сложно до рождены против урса тем более сейчас огонь есть на блокере это некоторые машина для убийства машина для убийств урсы венга тем временем уже 8 левела из минусов только то что вражеская команда она не имеет жестких физушников чтобы потом эта иллюзия вставала и нарезала того же инвокера то есть но убьют они зевса допустим ноги убивать деса потом зевс побежит иллюзии бить инвокера и вообще минимальный дэмэдж да вот если был бы какой-то тролль там либо луна либо дровка представь сколько урона потом уносила бы эта иллюзия после смерти от венге это было бы просто нечто на топе сейчас скорее всего в мать будет и думаю что суме решил змейки по форме нормально так увидел меру подбайтил он подбайтил просто и бедный веномансер покатился он что и даже не посмотрел отошел не стал его добивать от руки понимая что героями умрет да почти 7000 игр и ну тут уже все на автомате происходит уже там все вот до самых мелочей на этого героя не сумеет стать наверно помочь своим тиммейтам немножко у сна плашал мажал инвиз чтобы позамедлить чтобы курса не начал убивать monkey king а просто пришел поцелил тиммейта да и ушел блин даггер есть на 17 минуте белый блокере на этой минуте только намеки на огонь и обычно тоже и огонь и блин такой вот пресс-молублогера если хотелось бы посмотреть на самим который будет играть на про сцене я видел хороший момент сейчас молодой мальчик да да должен просто убить веномансер стереть его вы тракал сна и один герой скрещу точно умрет и успел все-таки наградить на майсер перед смертью у ее ее сумеет умрет почти 700 голды а ты посмотри он разогнал просто нереально будет секера хотя нет будет секер тоже умер такие дела да и где я сделала фейер упает просто манки кинга скажи фея сильно если и правильно контролить палочка от макаки залитает на миде и я тут отправляется в таверну и гениться очень хорошо регенте манки кинг но обалдик готова в ту мере сейчас феи помогла иллюзия только что венге она просто добивала баунти хантера который добил ее это просто какая-то странная дата сейчас у нас на глазах происходит как я кстати патч 707 пока сумея будет возрождаться фармить кратко мне щелк она мне по мне патч нравится ну мне наверно даже не то что патч нравится мне нравится то что доту немножко освежили какие-то изменения произошли до что-то новое просто вы согласен может быть как ты сам патч ну как бы может быть он и не так хорош но вот то что просто хоть какое-то изменение произошло это уже хорошо например такое же ощущение как бы есть много имбалансных героев которые сейчас будут заспамлены по берами матчмейкинге порой будет невозможно играть новые герои пока будут теститься но тем не менее это новая dota сейчас еще ведут новый ранкет вот это будет это будет интересно да потому что еще никто даже не знает и тонкостей как именно этот ранг будет считаться вроде бы еще ничего не сделать до конца хотелось бы чтобы каждый мог поиграть там допустим с проигроком ну имеющий хороший допустим ммр в прошлом мне кажется ранки будет отталкиваться новый рангер будет отталкиваться от старого ранки на как-никак допустим имея 3000 мр ты не будешь играть там с мероком в одной команде муская свода это будет возможно какой-то там второй или третий ранг то есть те у кого там были 6к 7к с на душном 6 7 рангер витра метеорит бласт и феечка почти умирает но она переключила пт на силу молодец но ее и локер видит но сумея поспешил с настройкам это было довольно странно сейчас то что он его так рано кинул не уж то ли тайминге этом за джо изменились то нет я не думаю что тайминге изменились может ну бывает все мы люди как бы закосячил лазочек есть вариант еще нужно страйк и он попадает молодец вот он реабилитировался он может специально отпустила жертву чтобы она побегала почему бы и нет чисто манипулятор файт на боте прошел убили еще и урсу два коров таверне и я первый раз вижу чтобы у сумею был и даггер и форста в закупе ничего себе но это интересно да сегодня особенный случай мне кажется он купил себе даггер чтобы быть мобильным против этих героев ты посмотри кто у них урса фея венга со папам веномансер с ядом зевс дабы очень сложно их догонять очень сложно от них убегать и лишняя мобильность тут совсем не повредит но против фурса блинк это уже святое и просто конечно весь дэмэдж который у врагов есть кроме урса это магический очень много магического от зевса от веника и от феи да и волги там сломать она неплохо так магического дэмэджа до 360 320 суши а раньше больше было но возможно так и было но в общем то я все равно отристишь немало все равно немало да верно верно ну если только на бкб и сейчас у меня уже выйдет blacking бар я не знаю на могут ли они теперь его убить с бкб с будущей бкб смогут ли мокер ночной миди файт и просто герой стирается я не знаю как он это все делает мне кажется у него есть какая-то одна кнопка вот она называется убить он нажимает на клавишу убить этого них тут не отказался такой кнопки да 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 и все само происходит у тебя на глазах и у мир окна наверное есть клавиша убить но у мира как клавиша еще выиграть international есть сидит там нажимает две кнопки а мы восхваляем на самом деле сами молодец я вот уверен что этот игрок будет иметь высокий рейтинг если будет с память инвокера продолжать память инвокера да но что делать с другими героями и как быть если но все будут понять просто постоянно это этот это можно выходить или ты в четыре нажал из дутки вышел подождал заказал от мы флп где-нибудь после него форжом ласки ты шаур задрот это сумея кстати чувство скорее всего ворвется и нажмут кнопки скастованы уже сферы скастован заклинание и по двум героям ветра тут же метеорит благословение наш родился способности что даже не успеваешь заметить основал все очень быстро происходит и теперь отошел паре гениться подождать пока способности откуда уница тут же есть урса кстати за рутали инвокера блокер заработался и он не смог пол снэп дать и чтобы урса не вышел из радиуса страйка учитывать может подцепить да и он сцепляет молодец и форсиком форсиком себя сквозь деревья и добивает еще одно персонажа красиво садина хочу хочу заметить что он захотел в этой игре выйти в физушника я сейчас объясню с чем это связано во вражеской команде веномансер у которого мало армора венга у венге слог с много армора достаточно фея у которой всего 12 армора вообще нет взяв с шестью армора в общем мало армированные персонажи их очень много и инвокер берет себе вместо катаклизма 35 кронотова критин и берет он уронов метеора кстати говоря они торнадо как я думал ну что это вообще человека в голове я не представляю он взял ее магического урона себе из руки взял урона себе нормально мало карте тут сильно на самом деле реально сильно он может просто подал акрити убивать зевсас с кул снэпом за там четыре тычки хочу понаблюдать а так он все драгон ленд еще хочет купить смотри он пику хочется да 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 драгон ленд подплопнутой лагерти то очень здорово по моему теперь лагерти сильная и стрэнджи бить хорошие это тоже круто милосфер а метеорит туда но она воска стоит чуть больше кстати он не попал он и фея нажала ульту что вот попадет что он попал это сильно было очень даже интересный такой фильм был как будто он просто знаешь психу кинул таксист рандом по мини-карте кликнул на темноту просто тильтанул в итоге он купил молодец он и творится если мы посмотрим по графикам то 15000 инвокера 15500 ближайший к нему monkey king и урса по 8000 то есть иван творится два раза уже больше чем урса почти два раза и если посмотреть на его артефакты то есть бкб аганим форстав даггер почти декан драгон лендс на 27 минуте это вообще вверх какого-то фарма какой-то алхимика на инвокере вот что можно данный творчество невероятное преимущество команды кстати сумеет всего 5000 хотя он лидирует достаточно сильно то есть все преимущество это только в инвокере пытается солировать катку если мы откроем общую таблицу то мы видим что 35 был сикер 07 мандо инкнусов асисты есть естественно 64 monkey хинки баунти хантер все киллы в основном забирается в инвокер здесь дэмэдж основной вливает тоже он вот main core получается мне вот очень интересно и вот на самом деле было понаблюдать за семьей если он еще тренил бы какого-то там одного-двух героев то есть его пули было бы допустим три персонажа на которых бы он очень хорошо играл и если он умеет так сильно нажимать кнопки на инвокере то я думаю что на каком-то эмбр спирите или мипа то у него не ставила мига плюс аркварден вот это было бы интересно ну да 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 я думаю что он был смог без пластом какой-нибудь чем значение знаешь не особо интересно самом деле чем не сложный герой нужно просто понимать как как что делать понимать одно а уметь нажимать знаешь это немножко другое ты можешь значение забить всех видов всех скил и юнитов на одну клавишу переключать юнита от тоже а тоже одной клавиши и восстанок оставить один спайл который тебя будет забинджен она инвокере к разных комбинаций очень много позиционирования тоже очень важно инвокер посложнее чем чем будет но кир это герой сравни мипа который контролит очень хорошо так что тут опять же положено тоже аркварден да согласен полностью нужно мониторить всю карту нажимать миллиард кнопок файте там за двух героев параллельно контролить и видел сильных аркварденов которые просто за fight нажимали 20000 миллионов кнопок и выигрывали игру в соло это вот с родни нашему сумеем дается витрат даже метеорит сейчас а он даже не стал тратить метеорит сон страйк попадет попал не хватило дэмэджа не хватило щит дэмэджа а там блудсикер скорее всего по заканчиваем всех вражеских юнитов пусть и кир ворвался а суме просто сломал товар у него еще есть форсик и между прочим он не дразил торнадо не торнадо а метеорит сюда его вся комбинация есть и у него уже есть полный проказ пытается скил и который куда онится очень быстро а думает о русле я пойду так а почему нету если тонус и нету бкб и просто забернул футбол курса про жалстяки мана есть но что он может сделать против власт а я говорю это абсолютно прямой контр пик если уж не покупает себе бкб курса взял себе дефюзал блэй какой-то в этой игре по моему абсолютно бесполезный что он будет снимать блудрейдж блудсикера или алла критин вокера я не понимаю на самом деле ошибка в запасе да 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 вот он бы сейчас просто не убрал нажал бы бкб это пауты и выжил бы он мог бы в файт врываться а так ему инвокер вообще ничего не даст сделать очередной проказ скорее всего по двум героям хотя может быть фею он не достанет да скорее всего фей не достает но еще колд снэп там а как раз оставался убил веном мансера заранее до файта и сумме бежит просто помогать своему тиммейту фея рассыпается попадает стеночка еще и позицию трейд чуть мило ну это ошибка зевса потому что вообще вы бежал манусы совсем не осталось но сейчас пика откатывая должен выходить по идее даггер курса кстати есть греснулся на урса я смысл и думал бы баку сам как стопа он тут не умрет нет его не видели нормально стоит нет мара покажет не раскаут я думаю что число с нами построить аллака все 160 ману нужно нет инвиз и бежать наверно вики и юность у меня очень много крипов и метеорит накидывает хочется все запармить ману ночью без полов сейчас перекастовал он думал убить венгу потом передумал думал сказать фаржа потом поймет появилась мама на метеорит кинул метеорит на всю эту пачку и следующим артефактом он выбирает себе линген сферу для чего он покупает себе линген сферы во первых это скил изевса 1 2 очень много демо же от этого всего дела влетает во вторых это третий скилл печки 100 на три с половиной секунды по местности это очень много в третьих это diffusable и турсы лишнее замедление для инвокера это прям может стать погибели бинга станы слаб ну и все в принципе виноваться решение форснет линка даст инвокера тут стопроцентную выживаемость я думаю что после покупки линки он просто не умрет есть и бкб и форсик и escape of the dagger на очень много он понимает что в принципе тут артефакты ему на дэмэдж не нужны типа какого-то там актарины и контроль лишний типа хикса не нужен тоже поэтому линка вот и как профессиональный блокер я думаю ты понимаешь что линка тут прям отлично да мы согласен практически в любой игре линке сфера на его пили очень хороший артефакт вообще артефакт сам по себе очень сильно да это ты очень хорошие отличная регенерация маны отличная регенерация здоровья ну такая нормальная и атрибуты плюс 15 ко всем атрибутам не забываем ну плюс тоже на гонус виде защиты уже магично причем сессии если каждый раз девса под новым артефактом к я будет выдавать второй скил болт в инвокер этого у него через три болта уже будет меньше половины хп поэтому поэтому клинка очень нужна я думаю что стоит продолжить прессинговая сейчас топ тавр бот тавр мид тавр точнее вот от 22 тавра снести и потом уже стоит заходить на хг кстати они не стремятся забрать крыша интересно интересно что самокрака прыгнул вообще не понятно было зачем он так делать 4 файта подряд в надежде кого-то убить порой убивает порой вот так вот бездарно умирает но это выход для сумеи стоят герои вместе хороший проказ сразу нажал бкб чтобы ему ничем не сбывали форса от себя веник его свои иллюзии начинают убивать мокера монеты иллюзии пропали как же много dmg он уже троих убивает печка распроставалась мокера серка стоит под себя а вичами мощного рак и не смог прожать ультимейт сумел успел сказать ой даром и пристали подожди а может где-то rampage и да красиво сыграно кстати о рам пашки не я не ты не знали не знали да это новость для нас я не бонус просмотру самое интересное что смея успел страсть голд снэп после своего прокасты и дать его в вина мальтера из-за чего вина мастер не смог дать ультимейт просто не смотала прожать а виноваться еще мана не было кстати он не им башка ему забернул симону тоже таком такая мелочь интересно ну и бараки летят ну да я называю солид инвокера я на самом деле в своем соло ранкеде ни разу не видел такого прям под новой локер точнее видел но очень давно мне не попадаются к сожалению и наверно как сумея играют всякие там 5 на 5 игры либо на рейтинге вот слишком там от 7 посмотри на его дымаешь просто другие него четыреста рон 400 даже с копейками по 2 3 очень большой дэмэш очень пожалуйста покупай сашу я шури ты иди убида все-таки может быть в скором времени увидим локеров каких-то керри не заметил не покупал очного артефакта в себе кстати то а это того же раз я не сказал что это странно потому что но некоторые артефакты ему не подходит хотя к ярко я такой достаточно дешевый очень крутой очень дешевый это это как драган лэнс для интер веков он дает 16 интеллекту очень много искал amplification то есть сам amplification это расход и потерям маны на 10 процентов меньше но он просто видимо не пришел к этому артефакт но я думаю что скорее всего вместо в этой игре наверно я скорее всего думаю что в скором времени мы увидим такой закуп 1 улик тапочек него что не игры жены и вот как раз к я к я может заменами т.д. и 0 причем очень даже хорошая замена атак спида правда будет мало единственное что да атак спида возможно тут не хватать но применение файты начинается убиваются тян дайанга через все скиллы просто армия гопников вышла и убила зомбаря искусство честно на 1 оставаться и мокеру и он выбирает цель зевса кстати очень хороший выбор приоритетов потому что если убьет зевса то будет мало дэмэджа очень так он еще и вингу забирает за собой параллельно закончил феечку и остается еще один таргет урса который наконец-то сбил себе бкб бежит урса под раптурой под ультой пофигу и лаус сперва было пофигу когда ульта была дрейдж когда энрейк закончился урса уже получает огромный дэмэдж и инвокер вот так вот просто выходит нам последнюю последним планку этой игры снова с еще одной стороны до завершает парки у меня кстати еще ягис есть сырье есть просто без шансов а он еще и маншар себе запугал этот момент проворонил там виде бс часто 2 подпушит мокер и думаю им поможет потому что будет еще один fight еще один про каст от сумеи последнее время следует заключительной контрольной герои будут мертвы с этим бабул секера ты посмотри насколько сильно он бьет поэтому тавра еще его бодровка и ограм баснуть это будет полноценный керри будет слишком много ты ладжи под дровкой как с этим бороться будет непонятно 600 урона без рапира без четких артефактов дэмэдж но инвокер просто заканчивает эту игру суме как обычно молодец на высоте показал нам инвокера в патче 707 то что тут герой еще жив и еще может нагибать если у вас руки растут из того места но и продолжает бить под бкб еще сам страйк расставал два кила и страхи лизе просто бьют иллюзии приложился быстро стартов герой съезд но есть еще и плюс ко всему а егист торча скинул торнадо пойми откуда и он просто краешком задел одновременно двух героев это вот это время было вообще очень даже весело выглядела смешно и трон падает вот такой вот у нас получился и локер интересно конечно будет посмотреть что он придумает с катаклизмом мы дождемся к моменту обязательно снимем спасибо всем за просмотр всем пока пока